Расчет массы и объема тела по его плотности. Мы уже знаем, что вещества одинаковые по объему могут иметь различный вес, то есть обладают различной плотностью. Даже у одного и того же вещества в разных агрегатных состояниях плотность будет различной. Как же знание плотности вещества человек использует на практике? Приведем пример. Проверить яйца на свежесть можно по средней плотности. При длительном хранении жидкость испаряется через поры в яичной скорлупе. При том же объеме его средняя плотность уменьшается, то есть оно становится легче, поэтому свежее яйцо будет тонуть в воде, а несвежее всплывет. Плотность янтаря близка к плотности воды, а это значит, что янтарь десятилетиями может находиться в море, как бы во взвешенном состоянии, не опускаясь на дно и не соприкасаясь с песком, который мог бы его повредить. Древнейшим способом добычи янтаря было черпание, его ловили с лодок с очками. Мы уже знаем, как найти плотность тела, если известна его масса и объем, ρ равно m деленное на v. Отсюда можем найти массу m. Для этого нужно плотность ρ умножить на объем v. Рассмотрим нахождение массы тела при решении задач. Определите массу золотой статуэтки, если ее объем равен 15 кубических сантиметров. Найдем в таблице плотности твердых веществ золото. Его плотность 19,3 грамма на кубический сантиметр. Запишем краткое условие задачи. Объем золотой статуэтки v равен 15 кубических сантиметров. Плотность золота ρ 19,3 грамма на кубический сантиметр. Необходимо найти массу золотой статуэтки m. Запишем формулу для нахождения плотности. ρ равно m деленное на v. Для того, чтобы найти массу статуэтки, необходимо плотность ρ умножить на объем v. Проведем вычисление. Получим ответ. Масса золотой статуэтки равна 289,5 грамма. Определим объем тела, если известна масса тела и его плотность. Для этого необходимо массу тела m разделить на плотность ρ. Решим задачу. Бензовоз в цистерне перевозит 4 тонны керосина. Какова вместимость цистерны? Масса топлива 4 тонны. Переведем это значение в килограммы, умножив на тысячу. Масса керосина равна 4000 килограммов. Определим по таблице плотность керосина. Она составляет 800 килограммов на кубический метр. Необходимо найти объем цистерны. Запишем формулу для нахождения плотности. ρ равно m деленное на v. Следовательно, для определения объема v массу m разделим на плотность ρ. Разделив 4000 килограммов на 800 килограммов на кубический метр, находим объем цистерны бензовоза 5 кубических метров. Решим еще одну задачу. После того, как трое мышей на дне рождения мышки Алисы угостились одним крупным куском хозяйственного мыла, их общая масса увеличилась на 270 граммов. Кусок мыла до того, как его съели мыши, имел размеры. Длина 10 сантиметров, высота 6 сантиметров, ширина 3 сантиметра. Определите плотность уже несуществующего мыла. Запишем известные данные в условии задачи. Так как масса мышек увеличилась на 270 граммов, следовательно, масса мыла, которое они съели, также составляла 270 граммов. Обозначим длину мыла А, ширину мыла С, высоту мыла В. Сторона А равна 10 сантиметрам, сторона В равна 6 сантиметрам, сторона С равна 3 сантиметрам. Необходимо найти плотность мыла. Для того, чтобы найти объем прямоугольного параллелепипеда, необходимо найти произведение его длины, ширины и высоты. Для того, чтобы найти плотность мыла, необходимо массу разделить на объем. Итоговая формула примет вид. Ро равно масса М разделить на произведение сторон А, Б, С. Подставив числовые значения и произведя расчет, найдем плотность мыла. Плотность мыла, уже съеденного мышками, составляет 1,5 грамма на кубический сантиметр.